Радуясь своей островной недосягаемости, нынешние англичане готовы встретить войну малыми силами контрактной армии и ядерными ракетами морского базирования, считая себя непобедимыми, постепенно утрачивая боеспособность. У Великобритании есть все виды родовойск. Все они непременно королевские, исторические, прославленные, теперь еще и ядерные. Общая численность постоянно уменьшается и цифры все время разные, но к моменту нападения России на Украину в армии числилось 196 453 человека. В сухобутных войсках 85 800 человек, в королевских ВМС 33 750 человек, в королевских ВВС 33 150 человек и еще 43 753 человека с помогательным персоналом. Поскольку главной задачей Министерства обороны стало сокращение, по плану на 1926 год в войсках должно остаться 67 700 человек, в течение последующих 10 лет 52 тысячи. Основу сухобутных сил — три дивизии. В первой дивизии собраны легкие механизированные части, в третью включены бронетанковые соединения, шестая дивизия является силами спецопераций. Основной аргумент Великобритании — три подводные лодки с ядерными ракетами. Под этот тип вооружений есть еще одна запасная лодка, но задиристых и опасных — три лодки «Вангард», у каждой по 16 крылатых ракет «Трайдент» модели 2Д5. В составе флота есть еще два грозных авианосца, шесть эсминцев, 12 фрегатов, два десантных корабля и катера поддержки. Морпехи существуют отдельно. Воюют самостоятельно. Их 6600 человек со своим весьма необычным транспортом. У них сочлененные шведские вездеходы «Викинг», известные в мире под именем «Хугланд». Авиация англичан готова воевать по всему миру. Основной самолет — многоцелевой истребитель четвертого поколения «Тайфун». Производят его всей Европой, но ключевой участник — немецкий Еврофайтер. На вооружении «Тайфун» с 2003 года поставляется в Англию, Германию, Испанию, Италию, Австрию, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию. Больше всего «Тайфунов» у королевских ВВС Великобритании — 159 самолетов. Помимо них, на вооружении американские F-35. Морская авиация выглядит необычно, поскольку воюет на вертолетах «Аугуста Вестланд» моделей 101 и 159. Их задача — топить подводные лодки заодно все, что попадется. Неожиданно, что англичане создали единое вертолетное командование, собрав под общим управлением технику Королевского флота, Королевских ВВС и армейской авиации общей численностью 250 боевых машин. Готовясь к прошедшей войне, британские стратегии мало что изменили со времен Второй мировой, поскольку в мире все еще нет ничего способного перешагнуть через Ла-Манш. А ядерное оружие России? Ведь с появлением межконтинентальных баллистических ракет нет нужды мочить ноги в Ла-Манше. Ну, на этот случай есть одна на всю Великобританию РЛС. Она все увидит, вовремя оповестит, после чего за работу примется ПВО, подводные лодки с ядерными ракетами отправятся в дальний поход. На случай наземной операции Великобритания располагает танками «Челленджер». Часть их передана Украине. У себя осталось 227 танков. Еще есть 600 БМП семейства «Варриор». Это неплохая техника. Еще есть порядка 50 новых БМП «Аякс». В артиллерии Великобритании под сотню самых модных в мире самоходных артиллерийских установок шведских арчеров. Еще есть 40 американских РСЗО МЛРС М270 и 110 буксируемых орудий. Войсковая ПВО имеет все виды всех полагающихся классов. Переносных, самоходных, каких угодно. Где я вас спрашиваю? Кто? Англия. Одну секунду, ваше высочество. Вот. А где мы? Мы. Вот. Это же рядом. От границы Смоленской области до Английского берега порядка 2000 километров. Для российских ракет вполне досягаемая дистанция. Но напрямую через всю Европу они не дотянутся. Их дружно собьет все ПВО всех стран, над которыми они вздумают полетать. Над морем будет дальше и дольше с похожим результатом, поскольку везде НАТО. Единственный вариант – флот. 16.00. Война с Англией. С кем? В феврале 1923 года норвежская разведка сообщила, что Северный флот впервые за 30 лет начал выходить на боевое дежурство с тактическим и ядерным оружием на борту. В МФ Великобритании численность личного состава 33 750 человек, количество судов 182. Ядерных подводных лодок – 3. В МФ России численность личного состава 150 000 человек, количество судов 226. Ядерных подводных лодок – 52. Война – это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова